Всех приветствую на своем канале. Этот обзор был посвящен посылке с Украины, из Киева от подписчицы Алены. И ссылка на ее канал, канал о путешествиях, там еще есть видосики про Японию и Грецию и вообще много про чего. Я оставлю в инфобоксе, но еще в видео открую там такой буковка И. Вообще вот с чем я сейчас хожу уже, ну пришла она конечно мы думали, что где-то недели две пройдет, прошла за 9 дней. И обе почты, и Украина и Россия постарались, и я сегодня поперлась по делам, выхожу, смотрю в почтовом ящике что-то лежит. Удивилась а так, ну думаю, ладно, дойду до почты. В результате я замерла как собака в очередной раз и вместо дел прискакала домой. Ну часть сделала. И то-се, пятая, десятая ну конечно в первую очередь раскрыла, увидела и вот так она у меня на столе лежала и конечно ее можно бы прицепить на телефон но у меня в этом телефоне дырки нет. Вот в другом телефоне подобном мегафоновском кажется была дырка, но я им не пользуюсь, он у меня лежит без надобности, так сказать. Это у нас Манекинека. Я ее зафоткала на телефон и скинула нашему японию, что написал Судзу Нека. Ну что мне сказали, что это Манекинека, он типа приносит богатство, т.д. и т.п. И Алена тоже сказала, что вот в Японии это на каждом шагу торчит символ такой, богатство, счастье, бабло вроде как, ну в смысле деньги, такой котеночек беленький с одной лапкой. Я там через щелку рассмотрела этот шарик, который вот так вот звенит. Ну и японский традиционал арт. Традиционный японский арт. Арт, что у нас там? Вообще артом я сокращала в педикультуру. А, и все в кружочке. В общем, такая милая хренатенька, брелочек. Ну и я думаю, его слышно, наверное, да? Я его куда-нибудь обязательно привешу, так, чтобы он у меня, не знаю, на ключи не рихнул, потому что у меня там какой-то брелочек периодически отваливается. Даже сам домофонный ключик грозится, отвалится каждый раз. А так, в общем, куда-нибудь повешу. И подальше от своего кота, который я подозреваю, при отсутствии меня и присутствии на каком-нибудь месте вот этого кота за коммуниздит. Вообще, кота была в посылке, ну, в смысле, ясно, что в посылке, вот в этой вот японская часть была, в этой косметичке. Как меня заранее предупредила Алена, ну и она ездила в Японию, и вот про меня вспомнила. Забавно, когда тебя смотрят, да еще едет в Японию. В общем, японцы, они вообще, я их люблю очень, такие забавные. Ну, в общем, Арт Маска, Юр Смайл, я еще на японском как-то прочитала. Я уже научилась читать на японском, правда, очень медленно. Я попытаюсь сейчас это вслух прочитать. Я уже предупредила, что очень медленно. Ой, я сверху разобрала еще, только сейчас заметила. Но я канди еще, до канди я еще не дошла, поэтому я верхнюю строчку вряд ли сейчас осилю. Ну, а что, такой рисунок тут? Бабуся такая. И на лицо бабусе надевается маска. Сколько-то там минут торчится, 15-20 минут, потом снимается, и вот вам такая, типа, поваладевшая бабуся, наверное. Так, одна маска 27 миллилитров. Это я тут знакомые латинские буквы нашла. Так, что-то вспомнила, как меня эти малолетки, такие не особо воспитанные, когда я только начала вести канал, называли бабусей. Так, значит, это у нас что? Пю, А, Су, Ма. Ну, я подозреваю, что это как-то разделяется на разные слова. Я помню, что маску у них все-таки отдельное слово, но тут что-то такое другое. Видимо, маску в моей упражненьке имелось в виду маска театральная или какая-то другая. Пю, Су, Майру. Во. Как-то так. Ну, если меня смотрит кто-то более разбирающийся в японском и лучше соответственно читающий, чем я, то может и меня поправит. Так. Делала в Японии. Так. Японская маска. Я ее щупаю. Я ее потом заюзаю обязательно. Спасибо огромное. Потом, вообще у нее был видос, я ссылку тоже на него закину. Там вот то, что она привезла из Японии и я ее опознала. Я еще когда смотрела, пыталась, а там иногда на паузу нажимала, чтобы прочитать и знакомые буквы. В смысле, ну, обловить, короче говоря, хирогану, катакану. Биаре. Это умывалка и как мне Алена написала, тут 130 грамм, она очень экономичная, там одна буквально капелька на кожу лица и типа, вот вам счастье. я что-то стала откручивать и поняла, что она откручивается. Все-таки лучше через плакончик, наверное, через крышечку, потому что тут очень большая дверка, тут не получится одна капелька. Она такая густущая, тут какие-то, мне кажется, скрабирующие частички. Так, вдруг видно будет. Пахнет приятно так, ну, не знаю, как передать, вот как хорошее косметическое средство. И тут нам такая малюсенькая дырочка. Так, сейчас Лёля снова попробует прочитать. Тут Као написано почти на русском, ну, можно сказать, даже на русском, и так полумесяц. Сукура. Би, Сукураби. А дальше и на английском. Сукураби. Кэ. Сукураби. Кэ, что-то такое. Вообще, я как, читать-то вроде как научилась, но половину слов я ещё ни хрена не понимаю. Но прогресс за два-то года от лентяйки меня. С учётом, что японскими получается сейчас занимаюсь только когда работаю. Ибо народу особо нет, а делать что-то надо. Итак, ещё тут у нас было, ну, помимо НЕКО. Бальзам вот этот Нивиле японский с лимоном. У меня как раз вот закончился этот бальзам с лимоном, который я хрен знаю, где уже, по-моему, на Лайке или... Не, на Алика, тогда заказывала, этот в пустых баночках был. Но там совсем чуть-чуть осталось, я его чисто выгребаю сейчас на ногти. Ещё у меня закончился Бэби Лип или Липс, что-то такое, бальзам, в общем, Мэйбелин от Насты Зарецкой. Тоже был с лимоном, у меня будет третий бальзам с лимоном. И я его, наверное, даже сейчас вскрою. Ну что, в принципе, я сейчас... У меня особо такого бальзама нет, чтобы я вот там конкретно сейчас вот так мазалась. Ну, в смысле, есть, конечно, бальзамы, но в сумке я что-то таскаю сейчас, пока этот жёлтый шарик доделаю его до конца. В такой вот форме капельки крышечка, вот если вот так смотреть. 1,1,1,17. Так. Неверия, деликатная капля, грейтфрут и минт, похоже, дело. А, так это не лимон, это грейтфрут и мята. Ой-ой-ой. Ну, ладно. У меня, кстати, лежит на кухне грейтфрут, я тут купила на днях. Один вчера схомячила, а другой ещё лежит. Ну, я его сейчас не смогу нанести, потому что у меня кое-что другое тоже из этой посылки на губах. И зафига я его выдвигаюсь, я его не смогу нанести. Вот, чего вам делать не буду, потому что я подозреваю, что просто гигиеничка такая прозрачная. Но, по-моему, он ничем не пахнет. Или потому что я слегка прослуженная, у меня нос не очень дышит. Вот такая вот прелесть. Так, ну и тут у нас, не знаю, из Японии она или так, косметичка такая вот, которая где-то всё ехала. Так, если тут какой-то звук, то у меня, по-моему, кот что-то скинул. Так, вот, косметичка. Ну и дальше, вообще, я уже запользовала термальная вода. Я даже написала где, потому что я действительно путаю, в общем, термальную воду. Теперь не путаю, я мицеллярную. У меня когда-то очень давно была термальная вода в синеньком таком треугольнообразном флакончике от Ифрашена. Эта серия давно у них уже снята. В 2011 году мне попадалась. Летом я её пользовала. И вот эту вот я сегодня уже вот буквально перед съёмкой видео, перед тем, как сесть сюда, немножко её запользовала. Это у нас виши лаборатории 50 мл. Украинская термальная вода. Ну, может, она, конечно, не украинская, но это прикольно такая-то наклейка на украинском. Вообще, когда я её сначала увидела, я подумала, что это какой-то дезидорант. Ну, бывают же такие дезидоранты или пенки, там что-то такое. Но решила на всякий случай уточнить. Что же у меня там кот-то коммунизит? А, кот у меня скоммуниздил бывшее тело, теперешнее тело, точнее, вообще просто пустое тело, тамагочи. И несёт его в зубах вот там. Теперь передними лапами пытается на него нажать. В общем, ещё вот тут такой вот был клиник. Как мне объяснила Алёна, это бальзам для губ. Я потом уже прочитала, что тут написано стик, и этот бальзам для губ, цветной такой. В общем, он сейчас на мне. И вот такого он цвета. Ну, я надеюсь, там видно, хоть у меня тут пять лампочек при свете дня, но в смысле сейчас-то, конечно, уже не день. И он прикольно, так удобно наносится. Я всё хотела выхрошить, что-нибудь такое вот карандашиком заказать, но что-то руки всё не доходили. Просто было интересно, как вот выглядят вот эти вот карандашиковые такие помады. Прикольно, в общем. И на губах нормально, ну, как-то не мешает он мне, потому что некоторые у меня есть помады или гигиенички такие, блески чисто для губ. нанесу и чувствую потом, и так смыть хочется. Тут у меня мыло. Так, карпатский мыло. В общем, я иногда, конечно, говорю что-то такое, вроде как на украинском, но я нихрена его не понимаю, вот когда его очень много. В общем, я так понимаю, ну, не понимаю, но понимаю, понимаю, что это овсяное мыло, 90 грамм, вот такое прикольное, я еще почему понимаю, что это овсяное мыло, оно пахнет овсяным мылом, овсянкой такой, ну, вот чем-то таким оно еще и напоминает по запаху и фрошетки вот эти гели для душа из старой первой этой вариации, как там, резерв натюр большие, которые такие были, вот очень этим таким пахнет. Мне когда-то давно сестра с юга, может быть, с Крыма, когда он еще был в той степи, а не отделился, привезла мыло тоже такой ручной работы, там что-то с красным виноградным вином или что-то такое было добавлено, и такой вот кусочек тоже прикольный был. у нас мыльная основа, овсянка, абрикосовые косточки, сухое молоко, натуральное и экстракт ванили. Но это я прочитала уже по-русски, я просто, не знаю, у меня не получится на украинском, хоть я понимаю, что-то написано. Вот такое замечательное мыльце, извиняюсь. тут у меня еще вот есть такой вот блеск от Catrice Cosmetic Infinity Shine Lip Gloss 230, это, наверное, номер, вдруг кому-нибудь надо. Он запечатанный, я его пока не буду скрывать, потому что на мне уже есть один блеск. Но я его тоже с удовольствием буду пользоваться. У меня, в принципе, закончилась одна моя любимая там помадка после вскрытия тут он 18 месяцев. Другая помадка у меня что-то пока я поняла, что у меня все-таки никсовая была эта помадка ближе к концу, потому что вторую, когда я открыла, она такая вот, там много краски было, когда я ее пыталась нанести на себя и что-то у меня пока тот цвет не пошел, цвет у меня лежит. И я пока пользуюсь фаберликовской отаренки, такой вот, ну, ближе к тому цвету, который у меня закончился. А бальзамов, что-то вот блесков, я помню, у меня котеночек мой, фаберликовский розовый блеск за грыз. И у меня что-то вот подобного цветов пока еще не было. Вот теперь будет спасибо. Так, стоять, не бадать. Тут у нас, как мне объяснили, розовая вода, которую можно использовать как тоник. я когда-то давно делала гидролат розы, потому что у нас в деревне очень-очень много как-то я попала на такой урожайный год диких роз и шиповинок распустилась. Но вот без алкоголя. натуральная для очищения салуэ вера. Она еще зафольгирована так вообще вот полностью тут, чтобы ее вскрыть. Надо ее вскрыть. Ну, в смысле, ну, сейчас я ее не вскрою, мне что-то ноготь не надавливается, а мне его жалко. Хоть он у меня сейчас подстриженный, но мало ли чего. Тоже с удовольствием заюзаю. Водорозы классно. Мадре лапс. Я что-то ее как-то обозвала, не так. Причем прикольно. Такая вот, ближе к желтому. У меня сейчас как раз тоник, ну, я там самопальность делала, мне кто-то в каменах что-то там про хору спрашивал, куда я знаю, что я с ней делаю. Я делала там на основе, сняла, точнее, я в саду остатки красной смородины, значит, малины, практически, ну как, холодно, солнышко есть, но он окислющий. Я хотела из нее сделать варенье с этим вот, с яблоками, но в результате как-то забыла и когда заметила, что они скоро коньки откинут, я решила их все-таки сделать отваром и потом туда своего настоя василька, лосьона василькового смешала, самопального и сейчас вот этим чудом протираю, хочется сказать, морду лица. В смысле, ну да, кожу лица. Вот сейчас вот этим буду протирать. Так, еще тут у нас масло для волос, да, как мне объяснили, на ладошку, ну немножко, короче, на свежевымытые волосы, не переборщить, чтобы они не стали жирными. Я никогда не пользовалась маслами для волос, только если это масло там втирать в голову какой-нибудь репейное и смывать, вот как маски, а вот в таком плане еще ни разу, что-то у меня руки так и не дошли. Я знаю, что есть какие-то масла для кончиков волос, но мне, я как-то не представляю, как это вот кончики волос, намазала, остальное, что с ними делать. В общем, вот такое вот, прикольно. Тут он, да, не буду я сейчас надавливать, то выльется 100 мл маказамия. Масло. Спасибо. Заюзаю, потом в футы балочках скажу. Так. Хоть у меня, наверное, тут весь этот стенд не видно, я потому что как-то подняла штатив высоко, но меня и чуть-чуть опустила, чтобы камера меня захватывала. И я вот так лапу поднимала и показывала. Так. Тут у нас туш, но тушами я не пользуюсь, но спасибо, я ее клиник наверно кому-нибудь подарю из родни. Скоро типа Новый год, то все. Потому что туши Леля это я шла домой, короче, а то написано было вот на такой бумажке, ну на клеечку. Вот адрес я уже создала, не покажу вам тут. Укрпошта. Ну, как она, документация, документы, большая часть тут типа перечисли на что такое. Опись, типа, тоник, брелок и когда увидела тушь, я подумала, ну тушь, наверное, это самая тушь, которая тушь. Ну, думаю, вспомнила сразу, по-моему, Фиби из друзей тоже не любила, когда в глаза ковыряются. я помню, мне, что же, ресницы состригали, когда вот перед операцией в детстве на постановке зрения, что-то, по-моему, какое-то адовое было. И очень долго было адовое, когда мне капли в глаза, капали, когда я под конец все-таки в каком-то году я поняла, что отобрала эту пипецку и сказала, что можно капать вот просто вот сюда. проморгался и все попало. И от меня тогда отвалили. А то я помню, это мучение было у врача со мной и меня с врачом, у меня с каплями. У меня зазвонил телефон. Кто говорит, что там паритно, да? Ну, в общем, ну, будущий владелец этой туши зазвонил. В общем, тетя моя. Я как раз думала и подарить. в принципе, я думаю, Алена не обидится, что я вот эту тушь передарю. Просто я действительно не пользуюсь ничем таким. Я даже когда вижу, когда вот кто-то красит ресницами, меня так до сих пор воротит. Прямо по-моему, хуже, чем от вида бабочек живых. И вот еще такая коробочка духами. Гу-эр-лай, лайн. Ну, в общем, как-то так. Хоть и написано Париж, у меня сейчас тупо, туго в голове я не помню, как вот эти дифтонги у них были, чтобы их правильно произнести. Тут плачика нарисована. Парфюм. Ода Парфюм. Вода парфюмерная. Так, Парфюм по идее увижу, про что я говорила. И в общем, вот такие вот дужки с платьишком черненьким. Тут 5 мл. И сейчас я доставать доставала, но не нюхала. Тут крышечка похоже на сердечко перевернуто. Или на домик, у которого крышу сняли. Ну, смысл и крыша от домика. Кто-то мало каши ел. Лёля пытается открыть. Ой, я открыла. Я уже думала, что может я не так открываю. Так шикарно пахнет. Я не знаю, как это вот передать. И свежая, и сладкая. Что-то вообще офигительный запах. Ну, и да, я такой танкист я ни разу так может быть когда-то где-то что-то читала или слышала. Но тут у нас для птиц Рэбэ. Ну, слушайте, я сто лет не занималась в шансовке, а тут оказывается прочитать что-то смогла. В общем, маленькая платье, ночное платье, чёрное платье. Я не помню, как на французском чёрное, я помню, как на английском black, знаешь, на японском это кура или кура. Потому что тут аниме смотрела, досмотрела первую часть Инуяси. И поняла, что почему-то вот в оригинале произносится сама, да, Сесиомару. Вот я, когда его смотрела, я только на последних сериях поняла, что я неправильно его воспринимаю даже на слов, даже когда читаю. Сёшем, Сесиомару, Сесиомару. Ну, как-то так, вот второй брат этого, в смысле брат сам по себе, старший брат этого Инуяси. И когда к кому-то обращаются, говорят, что или доно, или сама. Почему на русский переводят и произносят именно сама, не знаю, ну, вот что-то как-то вот так я вспомнила тут. Вообще, на самом деле, я тут какая-то всю неделю такая задёрганная была, у меня должна была состояться подработка, но она не то, чтобы не состоялась, вроде как и заказчик согласен, и я не против, но что-то вот оно всё зависло, висит и не туда, и не сюда, и я кучу времени потратила в результате там на поиск информации, ещё на что-то, и как-то получилось так, что я такая вся задёрганная, что на расстоянии у меня сегодня было вообще не кокосы, я сначала на автопилоте разбирала посылку, с одной стороны радость, радость, а с другой стороны и поняла, что надо было просто пообедать, и в результате я пообедала, такая сытая, довольная, и вот сейчас у меня рот до ушей, мысли скачут, и вообще, и время я опять не заметила, ну да ладно. В общем, вот такая у меня посылка была, я потом ещё подведу фотик, и вот это вам как бы вблизи обозрю, потому что я подозреваю, что меня всё-таки не видно. Ой-ой-ой, блеск, блеск, масло из коробочки, потом пенка, бальзамчик, дужки, коробочка от дужков, розовая водичка, ой, дужки свалились, так, два блеска, тушь, маска, косметичка, это маленькая Нека, которую надо сейчас взять, а то у меня тут есть один большой Неку. О, слушайте, его, наверное, можно использовать в СМЛ, так позвенеть. Если вам приятно звенит, то вы мне скажите об этом. В общем, спасибо всем за просмотр, Алене за огромную такую шикарную, классную, суперскую посылку. Ну и до новых встреч, пока.